Здравствуйте! Сегодня поговорим о причинах неудач на интервальном голодании. Первая причина — человек так и не начал. Интервальное голодание вызывает проблему умственного характера. Человека лишают еды. Для людей еда — это выживание, а вы лишаете их возможности выживать. Но следует понимать, происходит вовсе не это. Вы переключаетесь с одного топлива на другое, с еды на жир, и, наконец-то, начинаете использовать в качестве топлива собственный жир. Вы живете за счет пищи, которую съели много месяцев назад, или даже лет. Она превратилась в жир, и вы используете ее как топливо. Когда вы это поймете, вам, вероятно, станет легче, ведь на самом деле вы ничего не лишаетесь. Вы просто сжигаете собственные запасы, и, как правило, это большие запасы. Итак, можно выпить кофе, он не прервет голодание. Чай тоже не прервет. Главное, когда вы едите, еда обязательно должна быть здоровой. Ее должно быть много. Не следует уменьшать калории. Да, их можно уменьшать за счет того, что вы едите реже, но в идеале нужно есть пищу, богатую питательными веществами. Мы называем это здоровым тету. Если вы недавно на моем канале, в описании есть более конкретная информация. Вторая причина. На интервальном голодании вам становится хуже. Как же так? Вначале идет фаза перехода. Она занимает 2, 3, 4 или 5 дней, поскольку ваше тело перестраивается, вырабатывает новые ферменты. И в процессе проявляется дефицит различных витаминов и микроэлементов. Именно это вызывает побочные эффекты. Все, что нужно сделать, — это принимать больше калия, это электролиты, больше натрия, он есть в морской соли, а также витамин В1 в виде пищевых дрожжей. Тогда побочных эффектов почти не будет. Это должно устранить большую их часть. Таким образом, в документе, который можно скачать по ссылке в описании, написано, как осуществить очень плавный переход, чтобы вам не стало хуже. Разумеется, если вам стало хуже, вы решите прекратить. Но это значит, что вы делаете что-то не так. Третья причина — вы не худеете. Большинство тех, кто начинает интервальное голодание, худеют, причём значительно. Некоторые худеют какое-то время, потом перестают, другие могут не худеть вначале. По одной из этих причин. Я описал этот принцип в своей книге. Вот он. «Станьте здоровым, чтобы худеть, а не худейте, чтобы стать здоровым». Звучит очень просто, но это очень мощный принцип. И вот что я имею в виду, говоря «станьте здоровым». Восстановите повреждённые органы. Ваше тело, особенно в период менопаузы или в случае атрофии, сначала займётся самовосстановлением, а уже потом — сжиганием жира. Поэтому вам следует обратить внимание на положительные аспекты здоровья. Стали ли вы энергичнее, ушла ли тяга к определённой еде, уменьшился ли голод, улучшилась ли умственная деятельность. Именно это означает, что процесс идёт. Если хотите быстрее худеть, уменьшите углеводы в еде, увеличьте период голодания и добавьте физические упражнения. А также увеличьте сон. Далее, номер четыре. И это важно. Другие люди, так называемые друзья, а также родные, вас отговаривают. Они говорят, «Боже мой, ты морешь себя голодом, надо есть каждые три часа, надо завтракать». Ничто не может быть дальше от истины. Нам не нужно есть так часто. Так вы никогда не доберётесь до жировых запасов. Как вы вообще собираетесь сжигать жир? Слишком частые приёмы пищи вызывают огромные проблемы с инсулином. Именно поэтому диабет и преддиабет так распространены. Вы не морите тело голодом. Вы переключаете его с одного топлива на другое. На жир. Хотите сжигать жир? Голодание — лучший способ. Есть ещё один важный момент. Нужно определиться, что важнее, когда вы едите или что вы едите. Невероятно, но факт. Когда вы едите, немного важнее, чем что вы едите. Это не даёт вам повод есть всё, что вы хотите. Речь о том, что само интервальное голодание важнее, чем то, что вы едите. Поскольку если вы сидите на тето-диете и при этом едите часто, это будет вызывать инсулиновую реакцию за счёт самих приёмов пищи. Инсулиновую реакцию вызывают углеводы, и частые приёмы пищи. Поэтому интервальное голодание и здоровая тето-диета работают вместе. Ведь мы пытаемся нормализовать инсулин, который связан с большинством хронических проблем со здоровьем. Теперь рассмотрим диету 5 на 2 и диету через день. Что это? Я вообще не считаю это интервальным голоданием. 5 на 2 — это, по сути, ешь, что хочешь, 5 дней в неделю. А в оставшиеся 2 дня снижай калории до 500 в день. Это не голодание, ведь вы едите. Это низкокалорийная диета, а не интервальное голодание. Плюс вы едите, что хотите, 5 дней в неделю. Это очень нездоровый метод питания. Далее, диета через день. Вы едите через день практически всё, что хотите. А в дни, когда вы, в кавычках, голодаете, вы съедаете 500 калорий. Это не голодание. Вы съедаете 500 калорий. Это низкокалорийная диета. У низкокалорийной диеты есть некоторые плюсы. Но у неё есть и минусы. Она не избавляет от чувства голода. Тело не перестраивается, её трудно соблюдать, поскольку вы не адаптировались. Нужно время на адаптацию, чтобы ушёл голод и тяга к определённой еде. Да, вы можете сидеть на низкокалорийной диете и испытывать тягу к какой-то еде, но, скорее всего, вы всё бросите из-за этой тяги. Вот критерий того, что интервальное голодание выполняется правильно. У вас пропадает чувство голода. А если у вас нет чувства голода, вы можете дольше обходиться без еды. Вам не захочется всё бросить. И это тренирует силу воли. Это ваша способность сказать «нет» еде. И причина, по которой интервальное голодание так эффективно, вы можете дольше не есть. И вы тренируете силу воли. Именно несоблюдение программы, когда вы идёте на попятную, сводит на «нет» силу воли. Но если вы контролируете своё питание, а не питание контролирует вас, вы сможете развить силу воли, и это очень-очень важно. Способность контролировать своё окружение, не поддаваться гастрономическим соблазнам. Мало кто на это способен. Интервальное голодание — то, что может помочь достичь всего этого. Далее. Лишение питательных веществ. Нет, на здоровой кетодиете как раз наоборот. Когда вы едите, мы всегда рекомендуем съедать большую порцию еды, богатой питательными веществами. Я также рекомендую включать определённые добавки. У меня много роликов на эту тему, так что вы не лишаетесь питательных веществ. Нам не нужно, чтобы у вас выпадали волосы и ломались ногти. Нам не нужны побочные эффекты, и я показываю, что нужно есть, чтобы этого избежать. Кто-то говорит, что интервальное голодание не для женщин, потому что оно вредно для эндокринной системы. Потом выясняется, что они практикуют в 5 на 2 или диету через день, а не интервальное голодание. Это ошибка. На самом деле, интервальное голодание плюс здоровая кетодиета невероятно полезны для эндокринной системы. Поработав с тысячами людей по всему миру, я практически ни разу не сталкивался с тем, что вы называете проблемы у женщин. Наоборот, я видел значительные гормональные улучшения у женщин, особенно после менопаузы. Нам известно об улучшении репродуктивной способности, особенно если вы начинаете потреблять больше здоровых жиров, которые являются своего рода сырьем для эндокринной системы. Итак, у вас повышается сила воли. Также интервальное голодание борется с раком. Оно помогает вам создавать больше клеток головного мозга. Плюсов очень много. Но если не начинать, если делать это неправильно и из-за этого бросить, или если не продолжать достаточно долго, успеха это не принесет. Прочтите документ по ссылке в описании, узнайте о правильном интервальном голодании, и вы получите результат. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok